ПЕСНЯ Была половина октября, около 11 утра. Хмурый, типичный в это время гора для предгорье день, предвещавший холодный секущий дождь. На мне была светло-голубая рубашка, соответствующий галстук и платочек в кармашке, черные брюки и черные носки с голубым узором. Я был элегантен, чист, свежевыбрит, полон спокойствия и не беспокоился о том, какое впечатление это производит. Выглядел точно так, как должен выглядеть хорошо одетый частный детектив. Я шел с визитом к четырем миллионам долларов. Большой хоу семейного дома Стернвудов был более чем в два этажа высотой. Над дверью, в которую легко прошло бы стадо индийских слонов, размещался витраж, изображавший рыцаря в черных латах, спасающего даму, привязанную к дереву. Дама была раздета, и ее ногой от тела окутывало покрывало из волос. Для удобства у рыцаря было поднято забрало, и он пытался не без усилия развязать веревки, которыми дама была привязана к стволу. Я посмотрел на витраж и думал, что если бы жил в этом доме, то рано или поздно мне пришлось бы взлезть наверх и помочь рыцарю, так как не похоже было, что он делает свое дело всерьез. За огромной застекленной дверью на другую сторону холла широкий изумрудный газон простирался вплоть до белого гаража, перед которым молодой и щуплый черноволосый шофер в черных блестящих башмаках протирал каштановый паккарт. За гаражом росло несколько декоративных деревьев, подстриженных под пуделей. За ними виднелась большая оранжерей с куполоподобной крышей. Больше, дальше снова были видны какие-то деревья, а позади всего этого массивные бесформенные очертания предгорий. В восточной части холла ажурная, выложенная плитами лестница вела на балкон с кованой металлической балюстрадой, украшенной витражом с другим романтическим сюжетом. Повсюду, где было свободное место, вдоль стен стояли массивные стулья с круглыми плюшевыми сидениями. Они выглядели так, будто на них никто никогда не сидел. На середине западной стены находился большой и пустой камин с бронзовыми заслонками, украшенный мраморным дымоотводным навесом с амурчиками по углам. Над камином висела большая, написанная маслом картина, над которой под стеклом были прикреплены два кавалерийских флажка, продырявленные пулями, а может быть просто изъеденные молью. На картине был изображен застывший неподвижный офицер времен Мексиканской войны в полном бунтировании. У офицера были черные усы, горящие еще в то время, и горящие, и в то же время твердо глядевшие черные, как уголь глаза. Лицо его казалось лицом человека, с которым лучше не есть из одной тарелки. Я подумал, что это вероятно и есть портрет деда Стернвуда. Это не мог быть сам генерал, хотя, как я слышал, он был уже в весьма почтенном возрасте, может быть даже в слишком почтенном, принимая во внимание двух дочерей, насчитывавших по 20 весен. Я всмотрелся в горящие черные глаза портрета, когда услышал, что сзади открывается дверь. Но это не был возвращающийся слуга. Это была девушка. Лет 20, низенькая, мелкого телосложения, но несмотря на это она производила впечатление довольно сильной. На ней были длинные светло-голубые брюки, и она выглядела в них очень неплохо. Она приближалась ко мне легким шагом, ее красивые желтые волосы были подстрижены очень коротко, гораздо короче, чем этого тревола нынешняя мода. Осматривая меня с ног до головы своими темно-серыми, совершенно ничего не выражающими глазами, она подошла ко мне совсем близко, улыбнувшись одними глазами, показав острые мелкие зубы, белые как свежий апельсиновый цвет и поблескивающие как фарфор. Они блестели между ее тонкими через чернотянутыми губами, и все это бесцветное лицо не свидетельствовало об излишнем здоровье. Ну и высокие же вы, заявила она. Это не моя вина. Ее глаза округлились, удивленная она ненадолго задумалась, может быть заметить даже при этом, можно было заметить даже при этом кратком разговоре, ее мышление для нее представляет большой труд. «И красивый», добавила она. «Ручаюсь, что вы знаете это». Я что-то пробормотал в ответ. «Как вас зовут?» «Рейли», ответил я. «Догхаус Рейли». «Ха, смешная фамилия». Она прикусила губу, откинула голову и посмотрела на меня из-под прищуренных век. Потом упустила ресницы так, что они почти коснулись щек и медленно подняла их, как поднимается занавес в театре. Мне еще предстояло отлично узнать эту уловку. Это должно было положить меня на обе лопатки, а то и на все четыре, если бы они у меня были. «Вы профессиональный боксер?» Спросила она, видя, что я не падаю в обморок. «Говоря по правде, нет», ответил я. «Я гончий пёс». «Кто вы?» Она с жалостью откинула голову назад, и ее волосы заблестели в тусклом свете просторного хола. «Вы подшучиваете надо мной?» «Что-что?» «Бросьте», — заявил я. «Вы же слышали, что я сказал». «Вы ничего не сказали. Вы только смеетесь надо мной». Она поднесла карту большой палец и со злостью прикусила его. Это был узкий и тонкий палец чудесной безупречной формы. Она держала его во рту, тихонько посасывая и поворачивая, как ребенок, соску. «Вы очень высокий», — заметила она и хихикнула без видимой причины. Потом повернулась ко мне плавным и кошачьим движением, не отрывая ног от пола. Плечи ее бессильно опустились, она встала на цыпочки и упала прямо в мои объятия. Я вынужден был подхватить ее, не желая, чтобы она разбила голову о пол. Я схватил ее за плечи. Она тотчас согнула ноги в коленях, и мне пришлось крепко прижать ее к себе в попытке поставить прямо. Когда ее голова оказалась на моей груди, она посмотрела на меня и снова захихикала. «Ты прекрасный парень», — сказала она. «Но я тоже красивая». Я ничего не ответил. Лакей выбрал как раз тот подходящий момент, чтобы переступить порог застекленной двери и увидеть меня, держащего девушку в объятиях. Однако не похоже было, что это произвело на него впечатление. Он был худым, высоким седоволосым мужчиной 60 лет. И его синие глаза глядели на меня со всей скромностью, на какую вообще способен человек. Кожа у него была светлая и гладкая. И двигался он, как может двигаться тот, у кого хорошо натренированная мускулатура. Он медленно подошел к нам и наискосок пересекая холл. Девушка отскочила от меня, промчавшись через холл прямо к лестнице, ведущей на галерею, и как лань сбежала по ней. Она исчезла, прежде чем мне удалось глубоко вздохнуть. — Генерал, жаждет увидеть вас сейчас, господин Марлоу! — произнес Лакей бесцветным голосом. Я задрал подбородок вверх и указал на галерею. — Кто это был? — Мисс Кармен Стернфуд, сэр. — Вы должны отучить ее от этого, — сказал я. Она уже достаточно взрослая и должна вести себя иначе. Лакей посмотрел на меня с холодной вежливостью и снова повторил то же, что уже сказал один раз. Конец первой главы. Есть шанс, что мы будем в ближайшем будущем устраивать некоторые нуарные чтения. Потому что какого черта почему бы и нет? Так, у меня еще есть 10 минут до того, как начнется 2 часа ночи. Глава 2. Через застеклянную дверь мы вышли на выложенную плитами ровную дорожку, которая, огибая газон, вела к гаражу. Шофер-отрок успел к тому времени вывести черный хромированный лимузин наружу и теперь старательно чистил его. Дорожка подвела нас к оранжереи. Лакей открыл дверь и пропустил меня вперед. Перед нами находилось что-то вроде прихожей, в которой было жарко, как в парной. Лакей вошел вслед за мной, закрыв наружную дверь, открыл внутреннюю, и мы прошли в нее. Внутри царила жара. Воздух был густой и влажный, перенасыщенный необыкновенным запахом цветущих орхидей. Со стеклянных, покрытых испаренной стен и крыши, падали большие капли воды и разбрызгивались на растениях. Свет был странного зеленого оттенка, как будто пробивался через наполненный водой аквариум. Орхидеи заполняли все свободное пространство. Это был настоящий лес, состоящий из неприятных мясистых листьев и стеблей, похожих на свежевымытые пальцы трупов. Цветы пахли, одуряющие, словно кипящий под крышкой спирт. Лакей старался провести меня вслед расти среди растений так, чтобы я не был исхлестан намокшими листьями. Вскоре мы приблизились к чему-то вроде поляны, расположенной среди находящейся под куполом крыши Джун. На выложенном шестиугольными плитами пространстве лежал старый красный турецкий ковер. На нем стояла инвалидная коляска, а в ней сидел мужчина, явно находящийся на пороге смерти. Он глядел на нас черными, давно уже потухшими глазами, но взгляд в них был прямо как на старом портрете, висящем над камином в холле. Все лицо, кроме глаз, было похоже на свинцовую маску, с бескровными губами, острым носом, совпалыми висками, помеченными приближающимся разложением. Худое длинное тело, несмотря на жару, было покрыто пледом и закутано в выцветший красный купальный халат. Остистые руки с балов, с похожими на кости пальцами, с багряными ногтями, покоились на пледе. С головы свисали редкие клочки сухих волос, напоминавших дикорастущие цветы, борющиеся за жизнь на голом утесе. Лакей остановился перед ним и сказал, «Пришел мистер Марлоу, генерал!» Старец не шевельнулся и не произнес ни слова, даже не кивнул. Он просто смотрел на меня, словно парализованный. Я сел в мокрое плетеное кресло, подсунутое мне лакеем, с поклоном взявшему меня шляпу. Минуту спустя генерал произнес голосом, казалось исходящим из глубокого колодца. «Брэнди, Норрис, как вы любите его пить?» «В любом виде!» – ответил я. Лакей исчез за стеной мерзких растений. Генерал заговорил снова. Он пользовался голосом осторожно, словно безработная танцовщица в риете последней парой чулок. «Когда-то я пил брэнди с шампанским. Шампанское должно было быть холодным, как вода из горного ручья, и содержать не менее одной трети брэнди. Может быть, вы снимете пиджак, мистер Марлоу? Здесь в самом деле слишком жарко для человека, в жилах которого еще течет кровь. Я встал, скинул пиджак и вынул платок, чтобы вытереть лицо, шею и запястье рук. У меня было впечатление, что температура в Сахаре в самый полдень намного ниже, чем здесь. Я сел и машинально достал сигарету, но сдержался и не стал закуривать. Старец заметил это и слабо улыбнулся. «Можете курить, мистер Марлоу. Я очень люблю запах табачного дыма». Я закурил и выпустил в его сторону струю дыма. Ноздри старца шевельнулись, как нос терьера возле крысиной норы. Слабая улыбка осенила уголки его губ. «Забавная ситуация, когда человек вынужден удовлетворять свои дурные привычки через посредника». Сухо произнес он. «Вы видите перед собой картину догорания после красочной жизни. Перед вами коллега с парализованными ногами и половиной желудка. Я могу есть уже очень немногие вещи, а мой сон так сильно похож на бодрствование, что вряд ли его можно назвать сном. Мне кажется, что я существую только благодаря тепличной жаре, словно новорожденный паук. Орхидеи — лишь оправдание этой температуры. Вы любите орхидеи? «Так себе», — сказал я. Генерал прикрыл глаза. «Они отвратительны. Их ткань похожа на человеческое мясо. В их запахе есть что-то после сладости проститутки». Я раскрыл рот, глядя на то, глядя на него. Мягкий влажный зной окутывал нас, как сало. Старец склонил голову, словно шея не могла выдержать ее тяжести. Наконец, появился лакей, продравшись свой с джунгли с маленьким столиком на колесах. Он смешал для меня бренди с содовой, накрыл медленное ведерко со льдом мокрой салфеткой и ушел, бесшумно передвигаясь среди орхидей. Где-то позади джунглей открылась и закрылась за ним дверь. Я отхлебнул небольшой глоток бренди. Старец, видя это несколько раз, облизнул губы и медленно водя одной губой под рукой с напряженностью, достойной более значительного церемониала. Расскажите мне что-нибудь о себе, Марло. Думаю, я могу попросить об этом, а? Разумеется. Вот только рассказывать особо нечего мне. 33 года я закончил колледж. И если обстоятельства... Если обстоятельства этого требуют, я все еще могу пользоваться английским. Правда, в моей профессии это не слишком часто требуется. Работал полицейским агентом у окруженного судьи Уайлда. Шеф агентов Берни Ольс вызвал меня и сказал, что вы хотите меня видеть. Я не женат по той простой причине, что не переношу жен и сотрудников полиции. А кроме того... Вы немного циник, усмехнулся старец. Вам не нравится работа Уайлда? Он выставил меня. За несоблюдение субординации. Это мой самый большой недостаток, генерал. Это не мое тело, мистер Марлоу. Меня радует ваша искренность. Что вы знаете о моей семье? Я слышал, что вы вдовец и что у вас две молодые дочери. Обе очень красивые и обе необузданные. Одна три раза была замужем, третий раз за бывшим контрабандистом спиртным, известный в своей среде под именем Расти Ригана. Это все, что я знаю, генерал. Вам никогда не показалось это необычным? Быть может, это история с Риганом, но должен признаться, что меня это общество не шокирует. Генерал ловнулся своей скупой бледной улыбкой. Мне кажется, меня тоже. Я любил Расти, он был высоким ирландцем из клоннела с густыми локонами на голове, печальными глазами и улыбкой, широкой, как Приморский бульвар. Когда я увидел его впервые, то подумал, что он именно тот, на кого похож, протяга, которому посчастливилось облачиться в добротный костюм. Думаю, вы его любили, сказал я. Генерал засунул свои бескровные руки под плед, я погасил окурок и допил Брэнди. Он был для меня дуновением жизни, пока был здесь. Проводил со мной по много часов, потея, как мышь, литрами потребляя Брэнди. Рассказал мне истории периода Ирландской революции. Он был офицером в Ирландской революционной армии. В Соединенных Штатах находился нелегально. Ха, это, конечно, смешное супружество и как супружество, вероятно, не продлилось и месяца. Я выдаю вам семейные тайны, мистер Марлоу. Вы можете быть уверены в моем умении хранить тайны, сказал я. Что случилось с Риганом? Старец некоторое время смотрел на меня ничего не выражающими глазами. Он ушел месяц назад, внезапно не сказав никому ни слова. Не попрощался даже со мной. Это причинило мне боль. Ну что ж, он был воспитан в суровой школе жизни. Я уверен, что рано или поздно получу от него известие, но пока что меня шантажируют. Снова спросил я, он вынул руки из-под пледа, держа в них желтый конверт. Пока Расти был здесь, я мог сочувствовать любому, кто попытался шантажировать меня. За несколько месяцев до его прибытия, примерно 10 месяцев назад, я выплатил одному такому типу по имени Джо Броуди 5000 долларов за то, чтобы она оставила в покое мою младшую дочь Кармен. О, вырвалось у меня. Он пошевелил редкими белыми бровями. Что вы хотели этим сказать? Ничего, ответил я. С минуты он присматривался ко мне, наморщив лоб, затем сказал возьмите этот конверт и осмотрите его и налейте себе бренди. Я взял конверт с его колена, вернулся на место, вытер руки и осмотрел письмо снаружи. Конверт был адресован генералу Гаю Стэнн, Старнводу, 3765, Альта-Бри, Крэчсэнд, Уэст-Голливуд, Калифорния. Адрес написан чернилами, косыми печатными буквами, конверт был разрезан. Я достал из него желтую визитку и три колочка жесткой бумаги на тонкой корочке. Из отличной бумаги сверху золотом было оттиснуто. Артур Гвинн Гейгер. Адрес не указывался. Внизу, в левом углу, маленькими буквами набрано редкие книги и роскошные издания. Я повернул карточку другой стороной. На ней косыми печатными буквами было написано. Сэр, несмотря на то, что прилагаемые расписки по закону не могут быть обжалованы, поскольку представляют собой долговые обязательства в азартных играх, мне кажется, что вы все же предпочли бы их выкупить. С уважением, А.Г.Гейгер. Я стал изучать три клочка жесткой белой бумаги. Это были написанные чернилами векселя, на которых стояли даты предыдущего месяца. Содержание их было следующим. Предъявителю сего, Артуру Гвину Гейгеру, или же его уполномоченному. Я обязуюсь выплатить по их требованию одну тысячу долларов с процентами. Деньги получила. Точка. Кармен Стернвуд. Точка. Текст был написан неразборчивыми каракулями, со множеством выкрутасов и кружочками вместо точек. Я сделал себе еще один коктейль, отпил глоток и отложил в сторону вещественные доказательства. «И какой же вывод вы из этого делаете?» Спросил генерал. «Пока никакого». «Кто такой Артур Гвингейгер?» «Не имею ни малейшего понятия». «Что по этому поводу вам сказала Кармен?» «Я не спрашивал ее и не собираюсь. Если бы я это сделал, она, вероятно, начала бы сосать большую палец и состроила бы боязливую гаремасу». «Я видел ее в холле», — сказал я. «Действительно, она повела себя именно так». А потом попыталась усесться мне на колени. Выражение лица генерала не изменилось ни на йоту. Его скрещенные руки спокойно лежали на одеяле, а жара, заставляющая меня чувствовать себя как курица на рожне, совершенно не действовала на него. «Я должен соблюдать вежливость или могу быть совершенно искренним?» «Мне кажется, вы страдаете излишней стеснительностью, мистер Марлоу». «Как мне кажется, генерал...» «Как вам кажется, генерал, ваши дочери развлекаются вместе?» «Не думаю. Я считаю, что они идут своими, весьма различными путями к гибели. Вивиан — испорченная, утонченная, умная и почти бессердечная. Кармен — наоборот, ребенок, любящий обрывать мухам лапки. Ни одна из них не наделена чувством моральной ответственности в большей степени, чем кошка. Впрочем, я тоже нет. Ха, ни один из сты... стырунудов никогда не обладал... щит, спрашивайте дальше». «Думаю, их заботливо воспитывали. Мне кажется, они знают, что делают». Вивиан посещала хорошие слабинские школы и университет. Кармен ходила в полдюжину школ совсем меньшими и меньшими требованиями, пока, наконец, не закончила образование, в точке, с которой начала. Предполагаю, что они обладали и все еще обладают своими известными пороками. Если в устах отца это звучит несколько зловеще, мистер Марлоу, то, пожалуй, потому что мой собственный образ жизни всегда был далек от любого рода викторианского ханшества. Он прислонился головой к спинке кресла и прикрыл глаза. Потом внезапно открыл их. Не стоит добавлять, что мужчина, который на 54-м году жизни впервые испытал радость отцовства, заслуживает все, что его постигло. Я проглотил глоток свежего напитка и кивнул. На его худой, сероватой шее отчетливо пульсировала жилка, но так медленно, что это едва можно было признать пульсом. Старый человек, полумертвый, но готовый смотреть жизни прямо в глаза. «Вы что, сочувствуете?» Неожиданно произнес он. Я заплатил бы ему. «Почему?» «Это вопрос небольшой суммы. С одной стороны, и больших неприятностей, с другой. Я уверен, что за этим что-то кроется. Однако не думаю, что это разбило вам сердце. Кроме того, многим мошенникам пришлось бы потратить очень много времени, чтобы выманить из вас столько. А это сказалось бы на вашем кошельке». «У меня есть моя гордость, мистер Марлоу!» произнес он холодно. «Кто-то на это и рассчитывает. Это простейший способ обмануть вас, вас или полицию. Кейгер мог бы спокойно получить эту сумму, поскольку вы не смогли бы уличить его в обмане. Вместо этого он присылает вам расписки, добавляя, что это проигрыш в карты или рулетку. И тем самым дает вам в руки оружие. Даже если бы Гейгер оставил чеки у себя. Он хорошо придумал. Знает, что получит деньги независимо от того, сочтете вы его мошенником или же порядочным человеком, занимающимся судой под небольшой процент. Кто был этот Джо Броуди, которого выплатили пять тысяч долларов? Какой ты игрок? Уже не помню. Норрис должен знать, это мой слуга. У вашей дочери есть деньги, которыми они могут распоряжаться по своему осмотрению, так? У Вивиан есть, но небольшие. Кармен, по завещанию своей матери, все еще несовершеннолетняя. обе получают от меня щедрые карманы. Естественно, я могу избавить вас от этого Гейгера, генерал, если вы желаете, сказал я. Независимо от того, кто он и чем занимается, но вам придется несколько раскошелиться, не считая гонорара, который вы мне заплатите. Это, разумеется, вам ничего не даст. Выплата шантажистам от купных всегда ничего не дает. Ваша фамилия уже фигурирует в списке денежных источников. Ну да, он пожал широкими костистыми плечами, покрытыми красным купальным халатом. Минуту назад вы сказали, что я заплатил. А теперь говорите, что это мне ничего не даст. Я имел в виду, что было бы дешевле и проще затягивать это дело и оставаться на каком-нибудь разумной сумме в этом шантаже. Вот и все. Боюсь, я скорее человек, не обладающим терпением, мистер Марлоу. Каковы ваши гонорары? Я получаю 25 долларов ежедневно и возмещение всех расходов, если, конечно, мне повезет. Ладно. Это не так уж много за избавление от человека от всякого рода паразитов. Это будет очень тонкая операция. Надеюсь, что вы отдаёте себе в этом отчёт. Надеюсь также, что вы проделаете операцию с наименьшим вредом для пациента. Может быть, этих пациентов много, мистер Марлоу. Я медленно допил второй коктейль. Вытер платочком губы и лицо. Брэнди, увы, не уменьшала жары. Генерал кинул на меня короткий взгляд и тёрнул конец прикрывающего его пледа. Должен ли я обделать дело с человеком? Разумеется, если его требования будут заключаться в разумных пределах. Спросил я. Конечно. Всё находится исключительно в ваших руках. Я никогда ничего не делал наполовину. Я разберусь с ним, сказал я. Я в этом уверен. А сейчас прошу меня извинить, я устал. Он протянул руку и нажал кнопку звонка на поручни кресла. Провод от него был присоединён к толстому чёрному кабелю, бьющемуся вдоль стенок глубоко вкопанных зелёных ящичков, в которых росли и гнили орхидеи. Генерал закрыл глаза, открыл их ещё раз, бросив короткий живой взгляд и удобно устроился на подушках. Веки его снова опустились. Он уже не обращал на меня никакого внимания. Я встал, снял пиджак со спинки влажного плетённого стула и направился, обходя орхидеи к двери. Открыл одну и другую и оказался вне теплицы, шатно вдыхая свежий октябрьский воздух. Шофёра уже не было возле гаража. Лакей, официальный и торжественный, бесшумный, спокойно шёл ко мне по красной тропин. Набросив на плечи пиджак, я наблюдал за тем, как он приближается. Он остановился в полуметре от меня и торжественно произнёс, «Мисс Риган, хотела бы поговорить с вами, прежде чем вы нас покинете. Что касается денег, генерал получил мне вручить вам чек на какую-то приемлемую сумму в благоразумных пределах». Он полномочил вас? «Каким образом?» Он удивлённо посмотрел на меня и улыбнулся. «Ах, да, понимаю, вы же детектив». Генерал нажал звонок. «Вы описываете чеки за генерала? У меня есть такая привилегия». «В таком случае вам наверняка не грозят похороны за счёт городских средств». «Пока что мне не нужны никакие деньги». «По какому делу мисс Риган хочет говорить со мной?» «Его голубые глаза смотрели на меня бесстрастным спокойствием». «Кажется, она неправильно поняла причину вашего визита, сэр». «А кто сообщил ей о моём визите?» «Её окна выходят к теплице. Она видела, как вы туда входили, я вынужден был сказать, кто вы». «Мне это не нравится», сказал я. «Его голубые глаза стали холодными». «Вы собираетесь поучать меня, как мне исполнять мои обязанности, мистер?» «Нет». «Но я неплохо развлекаюсь, пытаясь угадать, в чём они собственно состоят». Какое-то мгновение мы молча смотрели друг на друга. Наконец, окинув меня голубым взглядом, он отвернулся. Конец второй главы. Рэймонд Чендлер и его классический нуарный детектив «Глубокий сон». Первые две главы в литературном ночном сеансе на маленьком количестве стримов о районе Песчаника для всех тех, кто остался с нами. С тем, что да, да, да. Вот. Дамы и господа, «Глубокий сон» это то, что не помешало каждому из нас. Впереди есть ещё 32 главы в этом прекрасном произведении. Мы можем прочесть напоследок ещё третью или уже отпускать вас спать. Я вижу, что какое-то количество прекрасных людей всё ещё здесь и сейчас со мной? Несмотря на то, что мне не помешало бы на самом деле поменять название и тип того, что я стримлю, это всё ещё может считаться разделом креатив. Итак, говорите, мы читаем третью главу или отправляемся по домам? будет . Вот это не «Моя» и «Моя» 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 и «Моя» 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 После завтрашнего стрима, что будет забавно. Всё, дамы и господа, ещё раз спасибо, что сегодня побыли со мной. Это получились интересные 5 часов вещания, 4 из которых рисовательные. И вот 40 с чем-то минут на этот раз литературные. Увидимся в следующий раз и пока-пока. Не давайте проблемам и ищейкам рассказывать, как именно вы должны вести своё расследование. Хорошей ночи, детективы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok